В Доме Бюргеров готовится к Рождеству. Шум, гам, предпраздничное настроение. В Самарском театре оперы и балета премьера оперы Моцарта «Волшебная флейта». Сюжет обработан в духе популярных в то время народных феерий и полон экзотических чудес. Моё мнение по поводу «Волшебной флейты» совпадает полностью с Петром Ильичем Чайковским. Никогда более гениальной музыкой не было написано более бессмысленный сюжет. «Волшебство» начинается сразу, как только вы попадаете в театр. Здесь всё наоборот. По задумке режиссёра, зрители сидят на сцене, а действия происходят в зале. Необычно это и для публики, и для самих артистов. Нам не видно дирижёра. Установлены специальные мониторы, в которых мы его видим, но всё равно это необычно. Обычно всё равно ям оркестровый, сидит оркестр, дирижёр – это всё видно. Здесь приходится больше ориентироваться даже, может быть, не на мониторы, потому что мне кажется, что жест дирижёрский доходит с немного запозданием, а всё-таки ориентироваться на слух. «Волшебная флейта» считается одним из самых популярных сочинений музыкального театра и самое любимое произведение самого Моцарта. По легенде, на «Смертном одре» он попросил сыграть именно эту музыку и стал напевать партию «Папагенна». Марина Кравцова, Марина Матвеевшина, Григорий Пешаков. События.